приняться может что угодно. Люди приходят, люди уходят разными способами. Если человек выбрал и принял такое решение, то это решение его принять, отпустить. Ну, больно, неприятно. Пережить, простить и жить дальше с благодарностью, что этот опыт закончен. Потому что, опять же, да, все события, весь опыт жизни, вот это именно опыт. Это про уроки, это про то, чтобы прожить, получить этот урок и жить дальше. И все про рост всегда. То есть абсолютно все ситуации, которые вам даются, даже болезненные, они всегда дают новый виток, новый рост. И всегда будет дальше лучше. Просто знайте это. Поэтому уже идти дальше, и все. Люблю ли я себя, и как я к этому пришла? Скажем так, сейчас я себя люблю больше, чем когда-либо в своей жизни, наверное. Ну, может быть, не считая какого-то там детства, первого года в прирождении, да, пока это каким-то образом. На меня не влияла окружающая среда. Сейчас чувствую, что люблю себя больше, чем когда-либо в жизни. Потому что очень много работала с психологом, потому что проходила терапию, все еще прохожу. Еще есть над чем работать, еще колоссально, в принципе. Но поменялась я даже вот за последние месяцы очень сильно. Потому что Соня, которая была, которая вообще хорошая Соня, которая всем все должна, все для всех сделает, всем поможет. И вообще не знает, кто такая, лишний раз не откажет, лишний раз не подумает, что она вообще чего-то достойна. Да, то сейчас я более-менее осознаю свою цену, могу сказать нет, могу отстоять свои границы. Вот, так что да. Как я к этому пришла? Ну, путем работы с психологами. И вы знаете, у нас, к сожалению, не знаю, почему в нашем пространстве принято, что с психологами работают только какие-то прям больные люди. Но на самом деле, к сожалению, очень у многих людей есть травмы, может быть, даже неявно, которые люди осознают. И самостоятельно их проработать, ну, не так просто. Поэтому повышать свою самооценку, да, которую, к сожалению, но тем более вот в нашем постсоветском пространстве нам не прививали. Почему? Не потому, что наши родители виноваты, не потому, что наши родители плохие, а просто вот так сложилось, да, что вот при Советском Союзе, при коммунизме, социализме, да, когда воспитывали рабочий класс, ну, как-то не было больше, не было, знаете, до любви, до чувств, до души, ну, вот до вот этого внутреннего духовного. Было больше родить и пойти работать на благо государства, на благо общества ради экономики, да, то есть как бы и не вкладывали столько детей, не давали столько в детей, не давали столько ресурса, ну, как-то не учили нас с детства, да, ни наших родителей, в принципе, ни нас, ну, что такое действительно любовь к себе, да, они не приспособили нас любить к себе, и многие дети, уже те, кто сейчас не дети, да, многие, кто был детьми вот в то время, выросли без осознания своей собственной ценности, ну, вот с комплексами хороших людей, так скажем, да, вот если ты хороший, да, если ты заслужил быть хорошим, то тебя можно похвалить, тогда тебя любят, если ты сделал что-то не так, то ты не заслуживаешь на лучшее, да, и люди живут в непонимании, то есть они думают, что если вот я сейчас чего-то не доделал, то всё, ну, как бы вот люди травмированные, к сожалению, я такая же травмированная была, не потому что кто-то виноват, а просто потому что вот так, как там у многих сложилось, сейчас гораздо лучше. Жить, чтобы умереть, жить, чтобы жить, жизнь должна для того, чтобы жить и получать удовольствие, больше для чего другого, нет никакого другого смысла жизни, кроме как просто жить и радоваться этой жизни, и жить на совесть, во благо, в своё благо в первую очередь, и не вредя никому, да, и когда тебе хорошо, когда ты кайфуешь, и вокруг создаёшь тоже ту же самую приятную атмосферу, да, потому что когда тебе хорошо, когда ты на высоких вибрациях, ты никому не вредишь, ты никому не завидуешь, никому не желаешь зла, никому не делаешь плохо, и просто живёшь себе в свой кайф. Если каждый научится просто жить ради счастья и удовольствия, то мир станет прекраснее, но, к сожалению, все мы земные, грешные, испытываем разное и делаем разное, поэтому есть, что есть. Поэтому умираем все, перевоплощаемся все, но никакой конечной цели нет. Есть просто отрезок жизни, который можно прожить с кайфом, можно прожить, как там, человек бежит по жизни, не жалея ног, дом, работа, дом, работа, отбывая срок, выходные, передышка, отпуск, как привал, старость, пенсия, одышка. А куда бежал? Вот это, да, вот так многие люди живут, а потом на старости лет или перед смертью о чём больше всего жалеют? О том, что много чего не сделали, о том, что много чего не увидели, о том, что тратили своё время в пустую, да, на какие-то, не знаю, плохие эмоции, на какие-то глупости, на злость и так далее. Вот. А могли бы жить и наслаждаться, поэтому уже жизнь — это про счастье и удовольствие. «Ищешь мужчину?» Нет, я не ищу мужчину, я вообще не тот человек, который кого-то ищет, даже нянь. Я отправляю запрос во Вселенную и живу в потоке, и жду, когда ко мне в жизнь приходят нужные, важные люди, поэтому я так скажу. Я человек про отношения, мне кайфовее иметь партнёра, я люблю любить, и даже вот вчера, если вы видели скан моих, да, чакр, то у меня вообще очень сильная энергетика, мне сказали, как бы редко даже такое встречается, у меня, правда, очень сильная энергетика, но то, что у меня сейчас чуть-чуть, не хватает в сердечной чакре, и как мне это объяснили, что я готова любить, во мне очень много любви, но для того, чтобы мне её давать, мне нужно получать. А пока мне нет, когда получать, да, мне такой бартер такой себе, но на самом деле нет, это нормально, да, это про здоровое, здоровые отношения, поэтому, ну, пока я в ожидании, в ожидании, как Вселенная, это решить, так скажем, поэтому, естественно, я бы хотела быть в отношениях, но я на этом не зацикливаюсь, потому что, опять же, прежде всего, быть в гармонии с собой, быть в комфорте с собой, быть достаточно, и наслаждаться тем, что есть сейчас, потому что, когда мы в поиске чего-то, то мы, да, затыкаем какие-то свои вопросы, какие-то свои дыры тем, что находим, а надо просто жить и кайфовать в потоке, и там уже приходят на твой ресурс, действительно, те люди, которые нужны, вот, 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 с кем я планирую отмечать Новый год? Скорее всего, со своими родителями и детьми. Ой, про любовь, вы знаете, про любовь, очень много таких сообщений, я вас очень благодарю, очень приятно, про любовь, это, конечно, очень сложный вопрос, да, и любила ли я Диму, ну, точно могу однозначно сказать, что любила. Конечно, у меня сейчас больше отношения к тому, что, ну, просто слепо кого-то любить, непонятно, когда тебя обижают, не осознавая свои границы, это не совсем правильно, а тем не менее, я опять же, да, говорю, что я больше человек про духовность и про, ну, про что-то более глубокое, и вот то, что даже сегодня писала про сексуальную связь, то вот то, что у нас Дима был, это однозначно просто вот химия с первого дня, и была и страсть, и любовь с первого дня, мы действительно друг друга любили, то, что, конечно, потом начался трэш, и мы этого оба не распознавали, наверное, это тоже, наверное, все было для какого-то урока, но тем не менее, любовь любовью, да, все это прекрасно, но, к сожалению, люди, которые, ну, как и я, как бы растут без границ, без самооценностей, самооценок, терпеть с собой какого-то нехорошего обращения, абсолютно любого, как неуважения границ, обзывательств, ругательств, агрессии, тем более рукоприкладства, предательства, что угодно, это вообще ни ради какой любви не стоит, то есть, ну, я не тот человек, который говорит, что любить надо за что-то, потому что это уже тоже больше про какое-то земное материальное, но я про то, чтобы адекватно осознавать, да, для чего ты с человеком, что ты в нем ценишь, и от чего тебе действительно комфортно, то есть, есть и внутренние ощущения, и они важны, потому что чисто на рациональном, на рассудке сходиться с партнером, просто потому, что тебя любят, ценят, уважают, и тебя устраивает в этом материальное положение, этого для меня недостаточно, для меня все-таки важна внутренняя составляющая прежде всего, то есть, прежде всего, реальная связь, реальное внутреннее влечение, а я думаю, что это не про бабочки в животе, когда, да, когда опасность, а это именно про ощущение, вот, когда тебя тянет к человеку, когда тебе с ним комфортно, и потом сюда уже прикладываются все важные составляющие, уважение, любовь, забота, хороший секс, схожие ценности, и так далее, да, то есть, вот, поэтому любовь, это про много, но не про просто слепо, любить непонятно, чего, за что, и жить в каких-то травмирующих, так скажем, болезненных отношениях, вот, ой, советы девочке подростку, я думаю, что, наверное, это советы такие будут общего характера, в целом, не только для девочек подростков, жить, наслаждаться жизнью, слушать себя, делать максимально то, что нравится, и приносит удовольствие, и опять же, да, когда я говорю слушать себя, многие люди не понимают, как это, как это, слушать себя, и не знаю, что мне нравится, и это значит, что начинать с малого, то есть я понимаю, что жизнь, это не только про бабочек, единорогов и розовых пони, да, это, конечно же, есть вещи, которые просто необходимо делать, в любом случае, надо помыть за собой посуду, надо, не знаю, там, у кого детки вытереть им попу, и так далее, и так далее, но если вы максимально можете снивелировать, уменьшить количество занятий, которые вам не нравятся, то делайте это, уменьшайте их, и делайте больше того, что вам нравится, от чего вы наполняетесь, не тратите свое время в пустую, не тратите свое время зря, на пустые дурные сериалы, на болтовню с подружками, на, не знаю, на то, чтобы убивать свое здоровье, если это вас наполняет, все, что вас наполняет, все во благо, понимаете, да, все, от чего вам хорошо, от чего вы светитесь, от чего вы получили удовольствие, кайфанули, то есть если вы там, не знаю, если вы выпьете раз там в неделю, в месяц, и от этого расслабитесь, кайфанете, и будете чувствовать прекрасно из себя полной сил и энергии, окей, это можно делать, да, но если вы выпиваете, чтобы закрывать какие-то свои дыры, это уже нехорошо, и опять же, если вы встретились с подругой, мы, например, да, сегодня с Викой, там обсудили какие-то дела, планы, обменялись информацией, посмеялись, наполнились, и вышли с кучей инсайтов, вот с этим внутренним ресурсом, то это во благо. Если вы посидели с подружкой, пообсуждали, о, вон Сонька с тужок в диван рожает, с мужем развелась, не знаю, там что, посмотри, что она вообще делает, обсудили, как все плохо в мире, нажаловались, спустились на низкие вибрации, недовольство, осуждение, зависть и чего угодно, вышли на вампире друг друга, да, и вышли и стащили себя, то есть вот не про это, поэтому, поэтому, да, наполняться и делать то, что приносит удовольствие, не растрачивать себя понапрасну, понапрасну. Что, на первом стане, дала монет на третьем. Боже мой, вот прям люди. Соня, поделитесь просто, как продвигать аккаунт. Это не так, чтобы взять и поделиться, честно говоря, и мы только сегодня с Викой это обсуждали, что мне можно, не знаю, какие-то свои открывать курсы, потому что я вижу каждого точного человека и могу ему точно описать все его сильные стороны, как ему двигаться и как это развивать. но это абсолютно даже не в один эфир и я сказала бы, что это еще индивидуально, по блокам, смотря кому и как, поэтому, и, наверное, это даже не полностью бесплатная информация должна быть, потому что это такое количество знаний, опыта и информации. очень много вопросов. Я, честно говоря, не хочу очень много опять про себя отвечать, я бы больше что-то, ну, как-то общего, а опять очень много про секс. Как не травмировать ребенка, когда внутри дисгармония разруха? Ой, вот это, да, вот это хороший вопрос, мне нравится. Убирать эту дисгармонию и разруху. Во-первых, для себя осознать, понять, да, что вы сейчас не в ресурсе, что вам сейчас плохо и что ребенок ни в чем не виноват. Он пришел в вашу жизнь, он абсолютно ваше зеркало, он вас сканирует и даже если он как-то себя ведет, как вам не нравится, это не потому, что он плохой, он вообще чистый листочек и ему нужно, наоборот, давать любовь и заботу. То есть максимально осознать для себя, что если вам плохо, то плохо вам и надо разбираться в первую очередь с собой и максимально наполнять ребенка любовью, когда вы в ресурсе, потому что я думаю, что вы не 24 на 7 сидите в депрессии, и стараться отвлекаться и опять же, да, наполнять себя ресурсом. то есть убирать триггеры в вашей жизни, не знаю, исправлять отношения с мужем, уходить от мужа, если эти отношения уже совсем вас, скажем так, завечивают, не знаю, да, то есть если отношения плохие, если вам больно и плохо, то из таких лучше уходить. И развиваться, расти, наполнять себя, искать эти моменты, и тут нет никакой определенной формы, понимаете, потому что у всех по-разному, кто-то идет на бокс, кто-то идет на шахматы, кто-то фигачит в зале, кто-то идет рисовать картины, то есть как бы там, где вам комфортно, где вы наполняетесь, вот этим и занимаетесь. Вот так. Ну и про ребенка, в принципе, я уже сказала, да. И я не наращиваю ресницы, у меня свои накрашенные. И месяц назад или больше я делала ламинирование. Мой главный девиз по жизни. Я так удивляюсь, когда у людей есть какой-то главный девиз по жизни. У меня нету девиза по жизни, и у меня есть определенные какие-то, ну, как это сказать, ну, не знаю, установки, определенные взгляды, видения в разные периоды жизни. Они постоянно меняются, потому что я расту, меняются обстоятельства, меняются люди, меняются мои мысли, естественно, да, и подход к жизни. Но, чтобы взять и выбрать для себя какой-то один девиз и по жизни с ним фигачить, а если что-то изменится, то у меня есть девиз, я буду жить по старым канонам, да, я, типа, консерва, я за то, чтобы не расти, не развиваться. Для меня это странно. Но, наверное, основное, чего я всегда буду поддерживать, это жить и получать удовольствие, быть счастливым. Все, но я не знаю, это девиз или нет, это, наверное, основа всего, и вряд ли это изменится, потому что по-другому никак. Вот так. Откуда я черпаю силы и энергию? Каждый человек – это сила и энергия. Абсолютно каждый человек, если вы видели, да, где-нибудь смотрели, как выглядит биополе человека, мы уже просто огромная куча энергии, да, мы все состоим из атомов, из энергии. Если вы видите в клинику, в которой я сейчас хожу, то она чисто квантовая медицина, все это лечится на уровне квантовой физики, на уровне вот этих всех энергий, биополей, труков, я сама не до конца, что-то понимаю, я не такая сильная в физике, к сожалению. Но, тем не менее, каждый из нас – это уже сгусток энергии и очень сильный. То есть мы считаете полный сосуд. Просто, к сожалению, мы ее растрачиваем понапрасну, очень много, и многие даже этого не осознают. А энергию мы направляем туда, куда направляем мысли и эмоции. То есть, и опять же, то наполняем мы или растрачиваем. И я всегда говорю, что если после того, как вы выполнили любое действие, вам это пошло в плюс, вы стали красивее, умнее, богаче, счастливее, моложе, что угодно, то это вам в плюс, и вы наполнились, и наполнили свою энергию. Если вы просто потратили свое время впустую и внимание, не знаю, посидели, пообсуждали с подружкой, посмотрели какой-то тупой тик-ток, посмотрели какой-то сериал, который вам ничего не дал, просто время потратили, ну, что угодно, в принципе, да, не знаю, посидели на нелюбимой работе, то вы потратили свою энергию в никуда. Поэтому энергию не нужно черпать, ее не нужно растрачивать, и нужно просто заниматься темой, чего кайфують. И вот это, мне кажется, весь эфир про это, потому что очень много вот именно таких вопросов. Странные такие сообщения. Почему-то очень много вопросов, хочу ли я еще детей. Я хочу, но не с позиции, что, вы знаете, я хочу детей, хочу быть мамой, хочу еще детей, мне нужны дети, вот не из того, не для закрытия своих каких-то дыр, больше от избытка ресурса, но, опять же, не сейчас. И даже не так, что вот прям хочу, я бы хотела, тогда, когда придет время, тогда, когда у меня будут здоровые отношения, куда этих детей можно будет приводить, потому что один раз я уже травмировала, да, так можно сказать, своих детей. И вообще, как Бог даст, как говорится, вот как нужно будет, как будет получаться, но, думаю, в целом, когда будет любимый человек, с которым будет прекрасно, хорошо и комфортно, то на продолжение любви, как минимум, да, и думаю, это как минимум будет хотеться, как минимум будет получаться. Я точно знаю, что у меня есть ресурс на то, чтобы приводить в мир прекрасных личностей. Мои дети, я очень довольна тем, какими они растут, замечательно, и думаю, что еще такое повторить у меня получится. Так вот. Какой следующий проект? Я пока не думаю о следующих проектов, потому что я не за то, чтобы распыляться. в жизни себя нужно как-то ограничивать, понимать, где ты и где твое место. Когда у людей миллионы бизнесов, и они этим хвастаются, знаете, типа, ой, вот он такой крутой, у него там 10, не знаю, сколько там, 30 бизнесов в разных странах, я думаю, как вообще можно 30 бизнесов вести? Надо вообще-то просто себя распылять, и я не там, и не здесь. Для меня лучше создавать что-то, то, чтобы прямо одно, да, несколько каких-то проектов. Это как дети, как бы мы, представьте, блин, нарожать двадцатку. Я просто знаю, у меня есть там мама, которая 5-6 детей, ну, дети там бегают сами по себе, знаете, как-нибудь там, типа, корм катаясь, все прекрасно. Да, типа, как-нибудь сами. То есть, ну, у тебя просто не хватит ресурса на то, чтобы качественно быть с каждым. Потому что, опять же, я говорю, да, что то, как ты с одним ребенком, и то, как ты с тремя детьми, ты уже не сможешь дать каждому из трех детей столько, сколько ты давал первому. Ну, просто никак. Ну, либо посвятить себя только им, и больше в жизни ничего не делать. И точно так же и с проектами. Либо ты качественно, там, в одном, двух, трех, либо, если у тебя их там миллион, то вообще это о чем? Это просто о том, что я хочу денег и там, и там, и не знаю, как больше заработать. То есть, ну, это больше про какую-то неопределенность. Поэтому, я 5-7 хочу, но не сразу же, да, как бы, когда они уже вырастают и живут себе самостоятельно, и в них не надо уже столько вкладываться, то это прекрасно, да. Вот, поэтому, я все еще хочу 5-7, но как Бог даст, опять же. поэтому сейчас я хочу развивать дальше луницу. Сейчас у меня в проекте очень классный, даже не знаю, как это назвать. В общем, очень классный проект в Киеве, очень классная территория, не знаю, в общем, увидите, увидите, что-то будет, пока не хочется, чтобы не выдать все, но будет очень здорово. Так что пока развиваю то, что есть, а потом, если, знаете, вот это опять же, как с детьми, когда уже какие-то бизнесы работают сами по себе, но опять же, распыляться на миллион очень сложно, то те, которые работают, они остаются, да, ты дальше вкладываешься в новое. Это точно так же, как с детьми, когда уже там детям по 15-20, то почему и маленьких, и маленьких не вкладываться, в принципе, те уже самостоятельные. А когда все еще маленькие, все еще нужно развивать, то ну как. Какое у меня образование, помогло ли оно мне оказаться там, где я сейчас? Мое образование юриста, оно мне никак не помогло, я вообще фиговый юрист, и у меня даже диплом до сих пор лежит в моем университете, я его так и не забирала, потому что он мне не нужен, я никогда не собираюсь работать юристом, даже если вдруг что-то произойдет, я лучше буду работать, не знаю, фотографом, визажистом, каким угодно, но точно не юристом, поэтому это вообще не про что. И скажу так, помогло ли оно мне хоть чем-то, я не уверена, потому что первые два курса я вообще была на полученной стипендии, у меня везде все баллы были там от 95 и выше, меня любили преподаватели, я училась замечательно, но сейчас, если мне вспомнить что-нибудь, что такое юридическая диантология, что там я учила на каком-то там гражданском праве, не помню уже ни хрена, ну потому что оно мне не нужно, потому что мой мозг отсеивает информацию, которую он не использует часто, то есть мне как бы не нужно все, поэтому думаю, что никак мне не помогло, а я себе писала о подгузниках, как на самом деле. Знаете, про блог, опять же тоже, многим кажется, что это так прям, типа легко быть блогером, ой, вообще чего они делают, ни хрена не делают, там жопу выставляют, сторисы зарабатывают бабло, но хочется сказать, ну а вы попробуйте точно так же, и пожалуйста, если так просто, то вперед как бы, а потом, знаете, обычно ответ, я не, нет, я не собираюсь жопу выставлять, я не такой типа, например, окей, ну типа я не говорю, что блогерам быть тяжело, я вообще не про то, чтобы вообще что-то говорить тяжело, легко, потому что я все субъективное понятие, тяжело это штангу таскать, для кого-то она легкая, для кого-то тяжелая. Просто вопрос, если ты для себя выбираешь чем-то заниматься, то почему ты оценишь, что понятиями тяжело и легко, ты сам это выбрал, если выбрал, то занимайся себе в кайф, то есть как бы, когда блогеры рассказывают, ой, я тут для вас, в Париже делала миллион фотографий, а вы не лайкаете, вы хоть представляете как это сложно, мне кажется, блин, ну вот что вообще, ты же сама выбрала делаешь в Париже фотографии да радость это себе жизни, какие лайки вот, поэтому я не про то, чтобы соваться на понятие тяжело и легко, но тем не менее да, блогинг это, во-первых нужна определенная закалка для этого, определенное видение определенные черты характера и, ну, им далеко может быть не каждый и мне, например, тоже очень часто разные девчонки там каких-то советов просят, там тоже девочка спрашивала у нее несколько сотен, да, так скажем, тысяч подписчиков, она говорит я не знаю, как дальше, я ей объясняю, даю советы, как, что, и понимаю что, ну, она не видит дальше вот, ну, нет у нее вот этого, да не получается а для меня это прям вот очевидно, я говорю, что я могу точечно вот сказать, да, вот этой девочке, вот у нее там красивая фигура, у нее пластика, у нее вот она умеет это, 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 ей надо это показывать вот так, вот так, вести блог, вот так, вот так, и быть более вот такой-то, да, то есть для меня прям очевидно, а она этого не видит и не понимает, ну, наверное это тоже про какую-то вот внутреннюю, да когда ты смотришь на людей, кто в блогере это, например, у меня какое-то время тоже был ну, что ли, зависть, какой-то диссонанс, когда я смотрела на других блогеров там, которые уже там стали круче меня, да, так скажем круче, тоже такое субъективное, у них больше подписчиков, я думала, блин вообще, они же ни о чем, о чем они пишут кому они интересны, но потом понимаю, что каждый дает свое, да, и я вижу как они над этим работают что там про эмоции, я понимаю, что это тоже большой труд на самом деле, но не каждый так может, поэтому причем тут это, при том, что я рассказываю о том, что блогерство это такое не каждый сможет им быть и опять же, да, каждый находит свое место в жизни, когда мне говорят, вот кем бы ты была, если бы не была блогером, блин, ребят а кем бы вы были, если бы блин, не было юристов, да, если бы не было закона, а кем бы вы были, блин если бы не было школ, ну, что за прикол соцсети, они есть, и это просто факт 21 века это просто существует какой прикол обесценивать, говоря что, а кто бы ты была, да блин люди, у которых есть потенциал и которые могут себя где-то найти и выстроить себя вот так у них уже мышление какое-то определенное Да, вот у них есть потенциал, и они найдут себя везде и всегда. И вот нашли себя там, где сейчас, там то, что сейчас существует, да, где сейчас есть потенциал, где сейчас есть это развитие и рост. Поэтому меня такое обесценивание, конечно, очень сильно удивляет, но я опять понимаю, да, откуда это идёт. Вот так. Как быть женственной? Мы все женщины от природы женщины. У нас наша какая-то там янская, да, вроде энергетика. Мы, в принципе, если никаких нарушений нет, с этой энергетикой уже живём. Но опять же, к сожалению, мы себя очень много растрачиваем не туда, мы живём часто травмированными, не развиваемся, потому что, опять же, да, эта энергетика — это ресурс, которым мы себя наполняем. Когда у нас хорошая самооценка, когда мы развиваемся, получаем удовольствие, кайфуем, светимся изнутри, тогда эта энергетика прёт. Причём вот заметьте, это вообще не про внешность и не про красоту. И вы знаете, вот мне такой инсайт потрясающий пришёл буквально на днях, потому что сначала я общалась с одним человеком интересным. Окей. Короче говоря, на моё видео в белье он мне ответил, что да, красиво, но как бы ты мне нравишься не за это, просто знаю, это, типа, ну, красивое тело, но мне интересно ты как личность. Потом я делала опрос, ну, вот спрашивала у вас в Торис буквально 2-3 дня назад про губы, говорю, вам с какими губами я больше нравлюсь. И просто, ну, 90% людей отвечало мне в директ с любыми, потому что, ну, нравишься ты, да, там, лишь бы тебе было хорошо, лишь бы тебе нравилось, типа, всё равно. Потом, когда я спросила про что? Про одежду, говорю, я вам больше нравлюсь. Гы, поверьте, я могу говорить гы и сидеть с глазками, светиться, и моё гы женственнее, чем ваше вот это описание на моём промо-филе, так что не надо мне тут. Вот. Короче говоря, я спросила про то, что мне идёт больше, платье или костюмы. Тоже мне очень много потом отвечали, что лишь бы ты была счастлива, нравишься любая, мы тебя любим не за одежду. И так много было вот таких одежды, боже мой, одежды, таких ответов, и я думаю, что действительно всё-таки людей, ну, понятное дело, что прикольно посмотреть на красивое тело, на красивую внешность, на то, как красиво выглядит человек, но притягивает всё-таки энергетика. И когда меня встречают люди на улице, у меня, не знаю, вот 95%, наверное, моих подписчиц, которые меня встречают в жизни, они все со мной обнимаются, потом говорят, ой, Сонечка, мы даже не думали, вы такая прям. И вот как-то, знаете, вот соприкасаются с этим, и я сама этим очень сильно наполняюсь, и знаю, что отдаю тоже в ответ. И когда я тоже анализировала тоже блогеров, да, смотрела, ну, вот я же говорю, что какое-то время у меня было сопротивление, я думала, почему смотрят за этим блогером, она же никакая, вообще не про что. Потом думала, это она как-то некрасивая. Потом понимаю, что вообще, ну, не про красоту, потому что красивых женщин, и гораздо красивее, чем я, море, да, там, с носиками, винирчиками, губёжками, с идеальными фигурами, море красивых женщин, а наполненных светлых, вот таких вот сильных, излучащихся, их меньше. И вот эти блогеры, на которых посмотреть, да, я тоже думаю, ну, почему смотрят? А потому что они дают, они лучаются, у них энергетика, они прут. Вот эти сторис постоянно, посмотрите, ребят, мы здесь, ну да, вот хочется смотреть, и оно как-то наполняет тебя изнутри, да, и кажется, что вот это про искрость, это про эмоции, это про энергетику. Поэтому это про то, чтобы чувствовать себя, про то, чтобы иметь самооценку, про то, чтобы развиваться, расти. А самооценка — это опять же что? Да, собственная самоценность. Когда мы сидим, нифига не делаем, и ждём, и, не знаю, там, в зеркало смотрим, афирмируем, я женственная, сексуальная, красивая, ну, как бы это ничего нам не даёт. При этом, когда мы ставим себе какие-то даже самые маленькие цели, просто их достигаем, мы каждый раз повышаем свою самоценность, понимая, что я сегодня стала лучше, я сегодня нравлюсь себе больше, я сегодня сделала ещё это, я молодец, да, и каждый раз растём, и таким образом наполняемся, и таким образом вот изнутри светимся, и вот это про женственность, и опять же, про вот этот вот свет изнутри. Это не про то, что ты надел платье, накрасился, каблуки и пошёл, потому что видели мы девушек в платьях и на каблуках, которые могут матом таким застелить, или, ну, просто грубиянки, не про что, или посмотрите на девочек эскорта. Ну, у нас, например, в заведениях, в таких, скажем так, лакшери заведениях Киева очень много съёма. Когда приходят девчонки молодые, красивые, в платьишках, на каблучках, и потом сидишь и смотришь, как их снимают вот эти вот все дяденьки старенькие, слушаешь, в чём они разговаривают, или вот эти иностранцы тоже, ну, когда сидели там, девочка, я уже на английский как раз начала хорошо понимать, и прям за динаю сидел, иностранец девчонка на английском разговаривал, господи, сколько раз он её унизил, обесценил. Она сидится и слушает, ну, понятно, как бы ради чего, да, но это про женственность, ну, вот она в платье на каблуках, и чё. Вот поэтому платье-каблуки это хорошо, иногда можно и так, конечно, тоже. Почему бы и не для разнообразия, но главное, ваш комфорт и ваше внутреннее самоощущение. Я себя охраненно женственно и чувствую в свитере с динозаврами. Так. Как я училась в школе? В школе я была золотой медалисткой, но скажу по-честному, все филологические науки мне отдавались очень легко, математику, физику я утягивала как могла, только потому, что мне говорили, ну, надо же. Господи, какие бывают люди, я даже не знаю, как вот это существо заблокировать, ну, вообще, ну, я просто запомню сейчас, и надеюсь, что это просто вернётся бумеренгом. Так, как понять, чем заниматься и как себя найти, я уже рассказала. Очень много вопросов, как найти себя. Про это вот весь эфир, мне кажется. Какой мой самый большой страх? У меня нету страха. Ну, вот прям, не знаю, я не хочу быть толстой. Мне не нравится, в каком весе, если честно, это больше про, опять же, взять себя в руки и вернуться в своё нормальное состояние. Ну, типа, мне не очень комфортно, это тоже не про страх, мне не очень комфортно быть не в моём теле, да, так скажем, не в своей форме, в которой я привыкла быть. Мне не очень хочется умирать, конечно, но как бы я очень не люблю насекомых, прям страшно. Я не люблю насекомых, для меня это ужасно, даже бабочек прям вот. Вот, ну, вот прям, ну, это такое больше какая-то фобия, неприязнь. Вот прям, чтобы страховый, я не живу в страхах. Я живу в созидании, стараюсь. Тяжело ли мне было прорабатывать детские паттерны? Нет, не знаю. Мне сложно, опять же, тут понять, тяжело было это или не тяжело. Но это заняло какое-то время, да. Это долгая работа. Это, опять же, требовало занятий с психологом, да. Я это делала сыночкой из своей Министерства успеха. Прекрасный, замечательный, который просто вытянуло меня из самой жопы самооценки в нормальное что-то, более-менее. Как эти все паттерны побороть и как их проработать? Ну, вы знаете, прорабатывать вообще лучше всего именно с психологом в терапии, потому что, ну, это такая вопрос, тем более, это очень индивидуально. Но в целом, опять же, у Инны это сейчас не реклама, это искренне, я просто не могу дать, да, да, все эти техники вот так в части прямого эфира. У Инночки есть вебинары, которые можно купить, они там даже недорогие совсем. Посмотреть, они реально офигенные. Они про паттерны, они про самооценку, любовь к себе, все это есть и очень-очень хорошее. Как увеличить либидо после родов? Ой, это вопрос, я бы сказала, наверное, четырехсторонний. Первое, это просто время, потому что все равно гормональная система, она перестраивается, все равно наша, ну, все-таки природа так устроена, да, чтобы мы не бежали размножаться сразу же после родов, чтобы сначала выходили того, что уже родилось, как бы, да, для того, чтобы человечество выжило. Поэтому просто так природа предусмотрена, но что какое-то время нет желания, чтобы не размножались мы пока первое не вырастим. Вот, поэтому это вопрос времени, вопрос гормонов, да. Второе, это вопрос сдать анализы, посмотреть, опять же, ну, это подождать хотя бы полгода, а то и год, и вот тогда уже можно смотреть на анализы, на всю гормональную систему, на все дефициты, это тоже восполнять, потому что это тоже от этого зависит. Третье, это отношения с мужчиной, потому что когда в попе, как бы, ну, знаете, когда не хочется мужчины, то о каком либидо вообще говорить, я как бы знаю, о чем говорю, когда просто, ну, просто не хочется, потому что плохие отношения, почему не должно хотеть этого человека, поэтому о каком либидо, да, речь. И тоже важный вопрос, это, ну, в принципе, психосоматика, да, так тоже, опять же, ваше состояние психологическое. То есть если вы живете в депрессухе, вам плохо, вы не наполнены, у вас нету вкуса жизни, вы просыпаетесь тяжело, да, с ощущением, не знаю, вообще, что сегодня делать, как быть, или опять идти на нелюбимую работу, то и не будет желания секса, потому что секс – это, в принципе, тоже про очень сильные энергии и про сильный рост, потому что секс дает, секс – это реально очень сильная энергетика, и он дает очень огромные ресурсы и огромный рост. И если его некуда потратить, то его и не хочется. Вот когда ты постоянно находишься в росте, то его хочется сильно. Поэтому вот четыре вопроса, на которые стоит себе ответить. Благодарю вас, очень мило. Я по знаку зодиака, я сама до сих пор не поняла, то ли я телец, то ли близнец, потому что родилась 21 мая, а это как раз какой-то стык между тем и другим. Поэтому у меня есть и оттуда, и оттуда. Но, по-моему, больше близнец, если я не ошибаюсь. Ну, не помню. Ну, и я не сильно на этом цикле. У меня моя очень хорошая подруга, очень хороший астролог, и она меня ведет, так скажем. Дуже дякую. Поведать украинскую. А я бы бачит, а что у меня, наверное, такой досвид. Какая моя любимая еда? Хороший вопрос. Я очень люблю авокадо. Я не знаю, сейчас, мне кажется, я люблю все. Камубарь в последнее время я люблю, хотя я его вообще никогда не ела. Не знаю. Я люблю все, и при этом могу есть, могу не есть. Как-то мне сложно сказать. И у меня плюс вкусовые предпочтения часто меняются. Я не все вопросы, которые меня спрашивают, даже знаю, что это такое, поэтому не буду отвечать. Почему я избегаю детей? Я вообще не избегаю детей. Я ими занимаюсь тогда, как месяц на это время, но, к сожалению, у меня, или к счастью, у меня очень много своих дел и занятий, и мне надо ездить, бывать, заниматься, поэтому у детей свой тоже график, свое расписание. У них через день английский, через день развивашки, через день футбол, поэтому вот так. Так. Блин, как заблокировать людей, которые пишут всякую какашку? Давайте еще буквально пару вопросов, и все. Как я решилась на такие роды? У меня есть прям целый... Я скоро сделаю подборку постов. В Инстаграме появилась такая функция, но их надо все перечитать, чтобы понять, где какие. Это очень сложно на это время для этого. В целом я не решалась, потому что, если оценивать мое внутреннее состояние, то для того, чтобы мне на что-то было решиться, вот решаться мне бы пришлось... Да что ж такое? Решаться мне бы пришлось на роды в роддоме, потому что вот это для меня опасность, это для меня некомфортно, я не представляю, как это делать. Я не хочу ни вмешательств, ни посторонних людей, поэтому просто представьте, что люди бывают разные, и у них бывают совершенно разные ощущения. То есть для кого-то нормально... Я не знаю, что такое привести максимально простое. Ну, например, кто-то обожает кинзу, а кто-то считает, что кинза этот ратный, он от нее рыгает. То есть в моем мировосприятии невозможно рожать в роддоме. В моем. Я не понимаю, как бы я могла это вынести. То есть я не представляю, как там можно находиться, в чужих стенах, чужие люди. Еще, не дай бог, у меня будут указывать, что делать. Еще, не дай бог, будут вмешиваться. Еще, не дай бог, мне кто-то нагрубит или что-то сказать. Да вообще, чтобы меня никто не трогал. Для меня это... Ну, это не мое, скажем так, да, мягко говоря. Дома мне прекрасно, тихо, спокойно. Мое родное место. Мне комфортно. Мне не надо никуда ехать. Это мой дом. Бактерии, да, мои... То есть микрофлора, которым будет засеваться также кожа ребенка. То есть все свое родное. Можно сделать такую атмосферу, в которой будет комфортно. Поэтому мне комфортнее и так. Дэвида рожала в роддоме, да. Поэтому у меня есть возможность сравнить. Когда Дэвида рожала в роддоме, потому что это были еще первые роды. Я думала тогда тоже о домашних родах, но у меня просто даже не получилось это организовать. Плюс было таки немного страхов еще, как у многих девушек, которые нам головы засаживают. Поэтому, ну, сравнивая с этим, тем более, да, я понимаю, что не представляю, как бы я еще бы такое бы принесла. Это абсолютно не мое. Это как... Это некомфортно просто, как лежишь в больнице. А тут дома. Родила и живешь себе дальше. Не знаю. Поэтому у меня много об этом постов. Если хотите, можете вниз пролистать, почитать и видео посмотреть. Вот так. Благодарю вас за все хорошие слова. Очень много вопросов хороших. Откуда столько сил? Я не знаю. А какие варианты? Знаете, всегда, когда мне тоже говорят, что ты такая сильная, ты столько пережила. А я думаю... Ну, есть варианты, есть не пережить, но столько не хочется как-то. Жить в жопе тоже не хочется. Быть некрасивой не хочется. Быть без денег не хочется. Детям хочется лучшего. Поэтому я не знаю. Как бы жизнь подбрасывает разный опыт, разные ситуации. У тебя просто нет шансов с ним не справиться. Иногда, конечно, делаешь пиздец просто, потому что как бы... Ну, ты тоже человек, да? Я на дне побывала, так скажем, за особенно это время. Никогда таких херовов мне не было, как последние вот эти два-три месяца. Но... Тут уже такие вопросы, кто-то что-то знает. Ой, ребят, я стараюсь уже ни на что не надеяться, не строить никаких планов, потому что, как показывает жизнь, Вселенная сама себе что-то... Как боролись с паническими атаками? Я против того, чтобы вообще, в принципе, в жизни с чем-то бороться, потому что это про то, что вы тратите много ресурса, и это, в принципе, да, про борьбу, про войну, про что-то нехорошее. Простите, я попью. Вот он. Вот. Но я про то, чтобы найти их истоки, откуда они и почему, и устранять причину. А причина может быть, как в физическом, это надо сдавать анализы, сдавать дефициты и восполнять их. Это, в принципе, опять же, часто надпочечники, в основном это надпочечники, да, перезбыток кортизола. Вот. И что? Гомоцистеин еще, да, повышенный, насколько я знаю. И это психосоматика. Когда вам плохо, больно, когда вы живете в страхе, а страх может быть за что угодно, за свою жизнь, да, опять же, в каких-то нехороших отношениях, когда в постоянных бедах больно, там больше про страхи, то они вас хватают. И больше всего это страх за жизнь, за ваше здоровье, и это может быть по-разному. Либо вы боитесь умереть, либо вы боитесь, что-то, что у вас случится со здоровьем, либо вас сильно отверзают ваши отношения. Вот. Почему очень... Объясните мне, пожалуйста, вот напишите в комментариях, чтобы я почитала его видео. Очень много вопросов мне пишут, снился ли мне Дима. Почему это так волнует, и почему это имеет какое-то значение? Вот те, кто-то спрашивает, или те, кто понимает, можете мне просто объяснить, чтобы я сама для себя проанализировала и поняла, почему так много именно таких вопросов. А за все это время мне снился Дима, кажется, раза два. И больше, мне кажется, вот моих каких-то внутренних ожиданий, не знаю, то есть это было больше подсознательное, чем то, как многие думают, что это он там приходил со мной разговаривать. тем не менее, вопрос, что, куда, почему, куда душа ушла, я плюс-минус для себя закрыла, и понимаю, но я думаю, что я потихоньку это отпускаю, и не так, чтобы я вот прям сильно делилась именно вот этим внутренним, потому что это, вот это уже, знаете, такое личное, которое хочется оставить при себе, и плюс они все поймут. Да, прошлый эфир был интересный, согласна. Это просто дует всем, когда кто-то умирает. А почему? Потому что реальность на других планах, вы знаете, мне просто, честно говоря, чуть ли не каждый день пишут какие-то разные люди о том, что им снился, снились мы, снился Дима, но для меня это больше про подсознание, про то, о чем ты очень много думал, и оно как бы пришло. Я как бы понимаю, да, что на разных планах с нами могут и беседовать души, но я для себя этот вопрос закрыла, что там душу быстро забрали и сразу же, так сказать, лучше нет. То есть, как бы там не было необходимости приходить еще раз, если кто-то понимает, о чем я сейчас. Вот. Я с вами так и не поняла, почему-то просто многих волнует. Ну ладно. Сейчас уже панических атак не случается, но были буквально еще пару недель тому, наверное, но я начала пить очень много бадов и выровняла чуть-чуть свое психологическое состояние. Что Лолитка о Диме говорит? Ну, Лолитка маленькая еще слишком, чтобы осознать, что такое смерть, поэтому, когда я говорю, папа умер, она говорит, папа уехал, пусть она еще не понимает. Ну, сейчас уже редко спрашивают, а когда спрашивают, она сама потом отвечает, что папа уехал. И на этом все. Когда-то сознание придет, сейчас. болит ли оно еще? Оно болит. Ну, я так понимаю, что в принципе будет все равно болеть всегда. Периодически душа замирает каждый раз, когда где-то с этим соприкасаешься. Не знаю, видишь ли ты там BMW X5, заходишь ли в заведение, где вы вместе были впервые, не знаю, или какие-то любые намеки, когда вот воспоминания нахлынувают, то это больно. И ощущения внутренние вот на грани, знаете, когда хочется вот вначале заплакать, вот такая вот, не знаю, сложно описать. И потом сразу просто переключаешься. Очень сложно вообще на самом деле это объяснить, потому что у нас действительно ситуация ну, не самая обычная, не самая простая. То есть я потеряла не человека, с которым до сих пор была в любви, была в отношениях, да, мы уже вместе давно, ну, как-то полгода даже не были. И уже в целом именно чувства прошли. Но то, знаете, что я для себя сейчас понимаю, что все равно, если ты человека любил, ну, любовь не может вот прям закончиться, потому что все-таки, ну, здесь для меня была глубина. То есть это, да, было много боли, но это тоже про такой какой-то урок и опыт. Я точно знаю, что я любила этого человека, точно знаю, что он меня любил, насколько он это мог, умел. И понимаю, что вот нельзя, чтобы любовь просто прошла и закончилась. Поэтому с какой-то стороны у меня, у меня абсолютно, вот я, да, как уже сказала, что все боли отпущены. Привет, Никита, очень приятно тебя здесь видеть. Осталось, осталось такое внутреннее тепло, внутренняя благодарность за вот этот весь опыт. То есть это любовь такая внутренняя, вот, да, в качестве такого внутреннего тепла, она есть. боль все равно еще есть. Но уже отпустила, и, да, опять же говорю, чуть-чуть легче было морально оттуда выбраться, потому что уже не были вместе. Потому что как потерять человека, которого ты вот до сих пор, с которым ты, который любишь, это, наверное, я даже написала, как вот это можно пережить. Это, наверное, просто еще в разы сильнее. Вот, но уже время прошло, время лечит. Вот так. Боже мой. Если жизнь после смерти, очень благодарю, очень милые комментарии. если жизнь после смерти, почитайте «Путешествие души» книгу. Не сложно сказать, я все-таки за то, что вселенная, она многогранна, за то, что много разных измерений, планов. Да, я за то, что энергия не может закончиться и пропасть, а мы все энергии, вся наша душа — это энергия, просто мы куда-то перевоплощаемся. Ну, в принципе, сложно верить в то, что вот как бы есть я, да, есть сейчас вот это моя душа, и как бы, ну, после смерти, окей, тело разлагается, мы исчезаем, куда пропадаю я, но я же не могу пропасть, то есть не знаю, где-то эта энергия точно остается просто на каком-то другом плане. Поэтому я не то, чтобы это прям жизнь после смерти, я точно не верю в реинкарнации, а летом я стану кошечкой, но как-то по-другому это работает, и это требует долгого изучения, так скажем, всей эзотерики и всех этих вопросов. Как настроить себя на позитив, когда жизнью полный пиздец? Знаем, мы такое проходили. Дать себе возможность прожить этот полный пиздец, дать себе быть, в моменте чувствовать, понимать, что тебе плохо, и пожалеть себя, почувствовать это, прожить, поболеть, и это нормально, и такое тоже бывает. А опять же, мои последние посты, в принципе, об этом, надеюсь, что вы их слышите, чувствуете, понимаете, что я пишу, что после заката всегда наступает рассвет, всегда перед каким-то сильным ростом обычно наступает кризис, то есть всегда нас колбасит перед тем, как должно произойти что-то прекрасное, вот это про ту самую, когда говорят, что есть черная-белая полоса, перед тем, как должно произойти что-то прекрасное, оно обычно нас готовит, так скажем, поэтому однозначно не деградировать, однозначно дать себе быть, но максимально стараться оставаться в ресурсе, максимально стараться найти лучшее и выжить лучшее из того, что есть сейчас, наслаждаться тем, что есть и опять же, про сохранение ресурсов, про рост, это то, что я уже много сегодня говорила. почему я не езжу с детками, а езжу одна или с друзьями, потому что с детками я поеду туда, где им будет комфортно, когда выпадет возможность поехать куда-то на море, то я обязательно возьму своих деток, когда мне говорят о том, что я плохая мать, потому что не беру своих детей, мне хочется сказать, родите троих детей, блять, почувствуйте, каково это, потому что просто на секундочку, окей, пробуйте представить, я беру своих троих маленьких детей, тащу в самолет или в машину, на которую надо ехать, блин, как минимум часов 12, да, или в самолет, летим сначала в Ивано-Франковск, в Ивано-Франковске надо потусить в гостинице, либо же мне надо с ними таскаться по каким-то комнатам, холодно, куча одежды, куча вещей, в гостинице надо чем-то заниматься, потом мы садимся в машину, едем 2 часа в машине, по, кстати, такой извилистой дороге в Буковель, в Буковель очень мало, отели прям приспособлены под детей, в отеле, допустим, даже если есть нормальная детская комната, даже если есть бассейн, допустим, что там и там они провели по максимуму по 2 часа, то есть еще остальная, ну, окей, 2 часа на улице, еще остальные больше, чем полдня, им надо чем-то заниматься, это детям очень сложно, у них сбивается режим, им тяжело, им надо чем-то заниматься, у них много энергии, это не был бы отдых не для меня, и это было бы очень сложно для них, сейчас у них есть режим, они встают в одно время, у них занятия, они развиваются, у них все прекрасно, за ними ухаживают, им здесь кайфово, то есть у них здесь режим, у них здесь развитие и комфорт, и они здесь замечательно сами по себе, скучают по мне, но я потом приезжаю, они счастливы, и все вот мы довольны, то есть как бы, должно быть какое-то адекватное понимание, между, ну, как бы, я эгоистка, я такая, я буду таскать с собой детей везде, пускай будут со мной, лишь бы никто-то не подумал, что я плохая мать, либо все же нужно подумать о том, что все-таки детям должно быть комфортнее, и выбирать для этого, опять же, хотите осуждать вообще без проблем, но каждая мама все равно чувствует, как ее детям будет лучше, на секундочку подумайте, что просто для себя, для видимости, для вас, чтобы меня никто не осудил, не дай бог, я могла бы тащить своих детей с собой, взять бы всех, и делать этот вид, и фотографироваться, там устраивать фотосессии, как там блогеры обычно делают, да, везде же детками пофоткаться, чтоб красиво, вау, по стадикам и семья, но я стараюсь делать так, чтобы было комфортно всем, и нарожала, а теперь ежу, вы знаете, нарожала, пережила очень тяжелый период, потеряла отца своих детей, прошла через весь ад, и себя на ноги надо ставить, и, блядь, детям нужна живая мама, а не дохлая, и желательно еще счастливая, и в ресурсе, и если бы я сейчас не пыталась поставить себя на ноги, а мне эти перезагрузки очень сильно нужны, и этот тренинг реально мне помог ставить на ноги более-менее, после того, на каком дне я уже была, то мне было бы здесь дальше фигово, это было для меня, и для того, чтобы я пришла в себя, и сейчас еще вот лечу в Одессу, кстати, завтра, уже, да, завтра, потому что это тоже нужно, потому что для меня это перезагруз, потому что мне надо себя поставить на ноги, и тогда я буду в нормальном состоянии, для того, чтобы быть нормальной мамой для своих детей, блогеров других никто не обсирает, потому что я никого точно не называю, и вообще на личность никак не перехожу, и вообще где вы услышали хоть одно обсирательство, что вам так, дорогая девушка, болит, что вы мне приписываете то, чего я не делаю, не могу понять вообще, поэтому, ну, честно, вообще все равно, что вы там думаете по поводу того, какая я мать, а я охуенная мать для своих детей, вот это я точно знаю, насколько я могу быть такой, насколько я могу справиться с теми ситуациями, с которыми я соприкасаюсь, настолько я считаю, что я прекрасная мать. Вот так. Господи, какие мне тут пишут странные некоторые вопросы. Что я думаю в новых отношениях? Я думаю о том, что все будет лучшим образом тогда, когда придет время. Я думаю, что у меня все прекрасно в этой жизни. и я точно, абсолютно точно заслуживаю на счастье, уважение и любовь. Вот так. Я вообще открыта ко всему в жизни, что должно со мной произойти. Я, в принципе, открыта ко вселенной, к потоку, к Богу и ко всем ситуациям. я сказала, что я так не делаю, как делают многие блогеры, потому что я так не делаю. Это было без осуждения, это было в сравнении, что я бы могла делать так, и я так не делаю. но мир зеркало, и когда мы в чем, в ком-то, в чем-то видим какие-то другие вещи, да, чем показывается на самом деле, то это вопрос задать себе, что я сейчас испытываю, что я именно эту эмоцию или вот эту установку сейчас вижу. Да, счастливая мама, счастливые дети. Благодарю. Каково быть матери-одиночкой? Гораздо лучше, чем быть матери-страдалицей в ужасных отношениях, где тебя не любят, не уважают, обесценивают и обижают. В целом, каково быть матери-одиночкой? Да нормально. Свой какой-то кайф, все, опять же, про опыт. Я самодостаточная и ответственная, да, я как бы могу нести эту ответственность. Конечно же, гораздо приятнее быть в отношениях, гораздо приятнее иметь человека, который рядом, поддерживает, любит, ну, вообще не вопрос. То есть, естественно, хотелось бы иметь рядом этого человека, и он будет. А пока такой период просто с благодарностью, любовью принимаю и живу так, как есть и люблю своих детишек и каково. Это нормально. Нормальный. Как быстро похудеть? Есть много способов. Знаете, было раньше прикол в ВКонтакте отрезать руку, например, но как бы быстро не значит эффективно, поэтому лучше гармонично, спокойно, правильно. есть очень много марафонов, в том числе у меня, кстати говоря, в Инстаграме. И есть много разных способов в целом. Тут уже, как вы чувствуете? как научиться не